Сотни миллионов постов в соцсетях, десятки тысяч жизней, невероятное количество видео. Об эмоциях я не говорю в принципе. Год российского вторжения, девятый год войны. Вам говорят, что Украина может представлять угрозу для России. Этого не было в прошлом. Нет сейчас. Не будет в будущем. Сегодня Россия атаковала всю территорию нашей страны. И сегодня наши защитники сделали очень много. Близко сьомого ранка я вернулся до вас с короткой заявкой. Тривальностью всего 67 секунд. В Дніпре лунали дві найголовніші. І тоді, і зараз речь. Те, що Росія почала проти нас повномасштабну війну. І те, що ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна. І почалося. Росіяне почали побеждати так сильно і стремительно, що самі не змогли смиритися зі своїми победами і рішили уйти з захваченого севера України, попутно потеряв кучу техники. Вони жестом доброй воли покинули три северные области. Тот же жест прогнал їх з острова Змеїный і потопив крейсер Москва. Так Черноморський флот РФ жестом доброй воли отказался от свого флагмана. Ну а после і флагман на замену був отправлен на ремонт. Росіян выбили з Херсона, Харківської області і северо Донецької і Луганської. Тепер основные бои ведуться за Бахмут, Угледар, Кременную, Купянск. Росія концентрирує війска в Запорожській області, стараясь показати всім, що це направлення для них важна. Але на самом деле с трудом може вести наступлення по двом направленням одновременно, как пытались на Бахмутском і Угледарском. Да, с Бахмутом ситуация сложная, но даже если город придется оставить, там уничтожено много тысяч россиян. Об этот город споткнулось российское наступление. Этот город слишком долго был на острие. Цели украинской армии понятны в глобальном смысле. Это выход на свои границы по состоянию на 1991 год. Знаете, мой день 24 февраля начался 23 февраля в 23.32. Если быть абсолютно точным, у меня это даже записи остались как бы на телефоне. Когда пришло первое известие о неком движении российских войск вдоль границы. Не было понятно тогда, и я до последней секунды, в общем-то, не сомневался, что все ограничится только Донбассом. Максимум только Донбассом. И говорить о каком-то таком всеобъемлющем вторжении со всех сторон не приходилось. Потому что начиная с апреля 2021 года я очень внимательно изучал сосредоточение, распределение, вернее, дислокацию, накопление, конфигурацию и качественное количество состояния российских войск. Я был абсолютно уверен, что по состоянию на 23 февраля они не умели для того, чтобы осуществить такое вторжение, которое мы получили. Но, знаете, есть такое понятие человеческий фактор, и как бы это случилось. Как интересно работает наш мозг. Ровно год назад Россия в общей сложности по Украине выпустила 160 ракет за раз. Включая те города, которые еще не были тогда оккупированы. То есть плотность гораздо меньше, но тогда все было страшно. Сейчас самые большие залпы в 100 ракет по меньшему количеству городов воспринимаются уже по-другому. Мы привыкли, и вот этого им точно не стоило допускать. 23 февраля 2022 года у меня был очень активный день, наполненный позитивными результатами, планами. Много было совещаний, эфир был даже. Затянулось тогда заседание Верховной Рады. Тогда меня пригласили на телеканал Рада, и эфир сместили. И 4.40 меня будят, и говорят, что вот, уже война началась. Я сначала не поверил, я говорю, да не, вы там читаете что-то непонятное. Такого не может быть. И так далее. Но потом пошли звонки от знакомых, и все, я понял, что серьезно. Первую информацию про войну, про широкомасштабное вторжение, которое я лично узнал, это был удар по броварам. Звонили несколько знакомых, говорили о том, что все, тут идет обстрел. Вот. И мои действия были очень простые. Я собрал свой офис. Я произвел некие действия, которые там позволили спасти моих людей. А утром я получил, как говорится, был разбужен взрывом. Причем я лег спать в 2 часа ночи, когда мне люди доложили, что они вышли из зоны поражения. Утром я был разбужен взрывом, посмотрел, осмотрелся вокруг, получил соответствующее распоряжение, передал соответствующее распоряжение и выполнял свои задачи уже по своему предназначению. Мы разделили задачи, кто что делает, кто что мониторит. Нужно было закрыть перед подрядчиками все обязательства, даже заранее. Потому что началась масштабная война, непонятно было, что как мы вернемся к работе. Поэтому первая задача была закрыть обязательства перед всеми, вторая – обеспечить безопасность. Сколько всего за год Россия потеряла? Потеря личного состава 146 820, 3363 танка, 6600 боевых бронированных машин, 2363 артиллерийских систем, 474 реактивных систем залпового огня, 247 систем ПВО, 299 самолетов, 287 вертолетов и многое другое. Это больше, чем в Афганистане, больше, чем во всех конфликтах, в которых Россия воевала за последнее длительное время. Что это? Плохой расчет? Это плохая работа величайшей разведки? Или это расхлябанность, первый признак развала так называемой империи? Когда мы победим расчистов, начнется новая история опять конфликтности, ненависти. Вот на днях было выступление лидера этого террористического государства. И он подтвердил то, что большинство населения расчистской федерации поддерживает войну против нас. И это не закончится. И я думаю, что мы после победы будем жить условно как Израиль. Будем очень популярной страной в мире, туристически популярной даже. Но периодически что-то расчисты будут пытаться запустить, что-то обстрелять. То есть они от своих планов не откажутся. И вот такое будет уже новое реальное. Не будет такой мирной, беззаботной жизни, как раньше. То есть мы станем такой, в хорошем смысле слова, военно-ориентированной страной, сильной, мощной. Всего не описать в одном видео. Мы весь этот год говорили о развитии и деградации этого вторжения. От Киев за три дня до Бахмут за полгода. И то, и то не получилось. Многие открыто пророссийские политики, да не только политики, отказывались от поддержки Москвы. Россия проиграла в культурном и экономическом плане. Правда, последнее – то, где они все еще стараются выровнять положение. И тут все зависит от нашей дипломатии. Провалом оперативного планирования. Я понимаю, что, возможно, действовал какой-то политический заказ. Но просто катастрофическая ошибка в осознании того, с чем и с кем кремлевские вожди имеют дело, привела к тому, что с самого начала было понятно, что успеха они достигнуть не могли. И, в принципе, даже элементарные, знаете, старые советские учебники оперативного искусства, они говорят, что для оккупации страны необходимо там энное количество войск, проведение энного, вернее, операции на энное количество суток и так далее и тому подобное. И мы не видели даже близко того количества и качества войск, которое могло говорить о том, что россияне могли бы даже потенциально рассматривать вопрос оккупации украинской территории. То есть их просто глобальные стратегические ошибки, что, в общем-то, характерно для них, потому что, знаете, одним из элементов российского политического мышления есть создание параллельной вселенной, в которой они всех побеждают и они всегда проводят. И реальность мира оказывается, как правило, немножко другой, почему они, как правило, терпели поражение всегда. Вот это случилось. Это случилось, и, в принципе, уже 2 марта стало понятно, что они проиграли эту войну. Итак, имитация наступления провалилась. Имитация жесткого ответа тоже. Провалилась даже контрнаступление величайшее. Вроде их даже было несколько. Но что теперь? Все идет к заморозке? Или все-таки кто-то куда-то будет двигаться и на кого-то будет где-то нападать? На сегодняшний день мы имеем попытки масштабного наступления российских войск в том количестве и, главное, в том качестве военного компонента, который они имеют на сегодняшний день. А это увеличение численного количества живой силы, просто пехоты или воинских подразделений и объективное уменьшение количества, пропорциональное уменьшение количества вооружений, боевой техники и ресурсной базы для проведения широкомасштабных атак. Поэтому они могут продолжать достаточно интенсивные именно боевые действия в составе пехотных, подчеркиваю, пехотных подразделений при небольшой поддержке вооружения и боевой техники, которые они накопили. Но насколько это будет успешным, каждым днем это, знаете, все будет сложнее и сложнее сказать. Смогут ли они получить какие-то преимущества, продвинувшись где-то на какие-то метры или километры территории? Да, безусловно. Но здесь, знаете, самое сложное предугадать, где и как они остановятся. Россия будет защищаться. Главные цели Украины разбивают ее планы о сухопутном коридоре из Ростова в Крым. Это выход на берег Азовского моря, Мелитополь. Хорошо бы Волноваха, тогда Мариуполь окажется в полуокружении. И оккупанты это понимают. И еще несколько месяцев назад начали возводить укрепления к западу от полуразрушенного ими города. С побережья можно взять под огневой контроль Крым. Непонятно, да и, наверное, пока не надо, чтобы было понятно, какая дальность у наших ракет сейчас. Но спикер Южной группы войск говорит, что, к примеру, Мариуполь в зоне поражения ракет. Теперь. Секретарь Совета нацбезопасности говорит, что 150 километров не предел. А это значит, что этот год войны может стать последним. Направление номер один, это, безусловно, Мелитополь. Мелитополь, потому что это краеугольный камень всего комплекса обороны южных захваченных районов Украины. С освобождением Мелитополя мы практически перестаем говорить о таком понятии, как сухопутный коридор в Крым. Мы говорим о обрушении российской обороны на юге Украины. Мы говорим о том, что после выхода на побережье Азовского моря украинскими силами обороны, необходимо будет буквально 3-4 месяца для того, чтобы очистить Крым от оккупантов. И это даже не отговаривается, как бы это аксиома, которая не требует особой доказательств. Еще ни одна армия в мире, оказавшись заблокированной в Крыму, не смогла удержать этот полуостров. Война в Украине не региональная война, как ее хотят представить россияне. По количеству стран, прямо или непрямо участвующих в конфликте, мы вправе назвать ее мировой. По масштабам последствий тоже, ведь голод в африканских странах может начаться, если Украина перестанет вывозить свое зерно. Победа не означает, что уйдет угроза. Угроза будет постоянно. В конце концов, они 300 лет с нами воюют, если не больше. Ну, если так разобраться и посмотреть на историю. Ну, российская армия остается серьезным соперником. Не стоит никогда недооценивать врага. И наши люди тоже гибнут на фронте. Поэтому борьба будет продолжаться. За год мы стали сильнее, натерли мозоли, как физические, так и психологические. Бесстрашными стали не только наши войска, а все жители страны. И немного даже за ее пределами. Короткая зарисовка о том, чего удалось достичь и куда привел нас путь, который начался 24 февраля 2022 года. Закончить программу я хочу словами классика. Не нехтуйте сигналами повитряной тревоги. Бережите себя. Продолжение следует... Продолжение следует...